приветствую бойцы какой дела как настроение сегодня ролик тематический сегодня соответственно обзорчик у нас рована ну и поведение гликмана разберем рована обосновалась моем ангаре вытеснила немезиса немезис естественно послабже будет рована рована топовый робот некоторые даже ну принципе как поколение ильичей аресов некоторые собирают по пять штук в ангаре ну и нагибают естественно прокачка на вашем экране вот допустим игнатер 12 мк1 с 11 на 12 л когда я прокачивал я офигел ну я ценник знаю но просто каждый раз не перестаю удивляться минус 55 миллионов по серебру меня хрена кеме так виртуальный мой бюджет резко опустел предстоит мне ровану качать с 11 на 12 level mk1 а там ценник минус 70 миллионов по серебру офигеть да так ну давайте рована немножко займемся тут ему умение давайте апнем она планируется у меня на огнеметах отчаянный ну если у вас есть астрал соответственно способность рована может еще уйти в астрал при достижении 50 процентной прочности да интересно пассивный модуль на такие давайте не астрал мы и бахнем хотя можно астрал вы видите у меня механика нет пусть будет лечение от способности также давайте еще мы особые поставочки пооткрываем возможно там айзер выпадет не для скрпиончика нужен еще один там айзер а выпадает найти нгл но это наверное очень круто если мне его не было если бы я его хотел атака робот для соло боев как-то ну нет не прокачанный ох то чудо подарки шикадевральные посмотрите робот золото вообще-то ролик посвящен критике гликмана товарищи разработчики или вы поддерживаете меня в этом направлении так ладно бои на рованье будет низко попозже а сейчас мы посотрим на новую верхненькое видео гликмана 26 июня вышла нам но и давайте музыку сделаю потише гликмана погромче и будем слушать здрасте дорогие друзья с вами варкомандер у меня новая тематика тематика на новая рубрика поединке иногда меня бомбит от поражений в особенности когда поединке какие-то взвода пусть даже сборные или клановые взвода разбирают рандом я его бомбит от того что взвода неважно клановые не клановые разбирают рандом он помнится позорился несколько лет назад или возможно год назад потом начал он не переменять перенимать его опыт клан украинский юа брали просто вдвоем в одного и убивали все выходили соответственно кланом 6 человек но большинство игроков не играла и соответственно вдвоем в одного гликман со своим другом там салам или с кем-то убивали просто всю вашу команду унижая игроков показывая их беспомощность что они тупо в этой игре ни черта не могут поделать и он его просто одним пальчиком одним мизинчиком всех их вырабатывает а сейчас вот почему-то не нравится странный очень странный человек в ладно слушаем дальше тут не все так еще не в этом вся фишка ролика получилось бросил более 20 вызовов он бросил вызовы тем игрокам которые занимали призовые места в первой строчке на 1 2 строчки набивали кучу дамага и он соответственно бросил он вызов чтобы отомстить он как получается защитник рандома ну ладно слушаем дальше вроде как вроде как все нормально пока да так скажем не совсем что нормально тут есть противоречие да в его действиях его словах то что он раньше делала то что сейчас говорю дней и вызов принял лишь один из всех игроков да кстати р.д. камчатка ты чё вызов ты не принял но это интересно а почему же не принял а у него есть вообще право выбора про принимать вызов не принимать вызов или если я он увидел что-то играет гликман если гликман ему кидает вызов он обязан взять вызов да я так понимаю от не буду их более 20 имен а кидал сильнейшим статах сильнейшим молодежь вообще бой до стата была то есть получали сильнейший в статьи за общий бой по мнению гликмана равен по силе гликману ты серьезно что ли братью не серьезно хотя какой братью не более сильных по урону я вызывал на поединок никто не согласен и этот парень из даже я же нам черностриме даже говорил в нашей игре даже донатеры не могут догнать официальных ютуберов собрать ангары мечты так скажем до которые не то что мечты ангары которые тащат не факт что ангар которым ты мечтаешь и будет ангар тарчерским совсем это разные понятия ладно смотрим дальше кувейта единственный герой который согласился на поединок им бросил вызов и он его принял а поэтому по умолчанию для меня герой и храбрец как бы не сложился этот бой как бы не сложился этот бой еще один зашквар гликмана он озвучивает ролики постфактум когда уже все в нем готово материалы все записаны и потом он сидит и все это дело озвучивает знает чем бой закончится и сейчас нам лицемерно заявляет что якобы не знает какая такое озвучивание такая идея такое мнение у него прослеживается по всей его по всему творчеству в ютубе просто человек как-то не понимает что такие выражения употреблять нельзя потому что ты и так знаешь чем ролик закончится но делаешь вид что ролик неизвестно чем закончится в итоге ты получается или врешь или лицемеришь как-то называть решай сам или решайте вы сами дорогие зрители но это просто как-то абсолютно взрыв мозга абсолютно нелогично слушать дальше эти я наверно начну публиковать вся группе вконтакте скринами кто будет отказываться от поединка будем считать это ушли за кофе им было не когда сражаться то есть он считает что он такой если он ютубер весь официальный ютубер компании pick sonic по игре волос то просто никто не имеет права отказываться от его вызов вот что он решил так и должно быть неважно там какое твое мнение чем там занимаешься вот вы играете там в дуо вызов как гликмана пришел ты должен сказать ну пока дружище товарищ соклановец там я пойду мне вызов гликман кинул я не имею права отказываться очень очень интересная позиция замечаю что ну теперь собственно к обзору замечаю что гликман год от года вот от года просто деградирует корона у него становится все больше улетает в облака все дальше ну и соответственно от игроков удаляется также все дальше также почитал комментарии также заметил 10 дизель вэр который его так любезно с ним общается также дизель вэр частенько присутствует у меня на стримах на роликах ну товарищ дизель вр ты давай ко мне больше не заходи пожалуйста я смотрю просто влюблен в творчество гликмана соответственно меня это не устраивает но теперь полетели наши раване в бой в гонку за маяками бусты не работают прокачка на вашем экране было ничего сверхъестественного там нет так появились на правый фланг пошли на левый фланг пошли отлично но и думаю нужно маячок захватывать чтоб статистику пошло так что то на что имеем все нормально смотрим на ласт индики понятно опытный полем скорее всего а на правом фланге опытных я не наблюдаю на на роване играю первый раз даже до ролика и не играл так так отлично почему я предпочитаю равану более дальнобойную потому что вблизи играть я на роване не буду вблизи есть большая вероятность что ты окочуришься допустим против всех да там можешь выбрать себе отдельно стоящую жертву вблизи на штормах коронах как правило на штормах играет потому что дамаг выдается гораздо больше я планирую на огнеметы играть вот на таком расстоянии издалека накидывать 200 300 350 метров так много нет не получилось играешь вблизи да ты можешь спокойненько конечно с одной обоймы забрать врага но если врагов будет два а то лишь три давай 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 визуально что-то не отображал что по мне стреляют но как-то урон все-таки проходил что там немножко залагало так что решил для себя чтобы так скажем робот был целей ближний бой для себя я буду исключать вот так вот будем мансить вот так вот за счет сплэша можно работать давайте подлечимся подходи краешку но ведь у него тоже вооружение со сплэшем а так аккуратненько сзади тебя соловей разбойник маяк покрасил однако леонтиф повернись и до свидания лео нужно башни вертеть нашей игре на триста шестьдесят градусов так китаёзы какой-то на штормах играли но если конечно у вас серебришка маловато ну хочешь не хочешь надо будет вам на шторма рвану снаряжать на штормах можно конечно издалека накидывать поставить и кучность и будет вам счастье принципе 300 метров можно заливать так я напоминаю собираю сборки так скажем компромиссный не от большой любви к огнеметам я рвану ногеметов поставил потому что так скан думаю что антиинфекционное вооружение не будет умереть и так скажем этот на долгий промежуток времени как видите в я не играю и не буду на раване играть поэтому не говорит что шторма на равану лучше для меня и так нормально но 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 стреляй стреляй а у меня способности просто миллиард так пошли уже титаны ну наверное титановым можно немножко поколошмарить если они не сильно прокачены расположение левостороннее вооружение два ствола с левой стороны и вот кто там фу ты блин я думал у меня лично сосался или чё это кажется меня лечат нифига он что творит очень мощный глацер и немножко зевнул опана ну давай поработай по тебе так грифин грифак но на опережение стреляла в титан полу а нет это не ясно по нему стреляют основной дамага это вот вооружением титана сливают братского титана ну грифак какого вида не можешь отлично наконец-то убить его так у меня стало немножко так скажем модернизированная равана а ты лично уставляй по мне конечно урон минимально заливается опа не мэзи что ли не а раз ну по-моему неплохо очень неплохо поиграл титаны берем чтоб по статистике пошел но больше очков чести серебришка побольше сливаю соловья и он что-то вообще не сливается в чем секрет соловья ну не знаю он наконец-то до остальных довелся возможно просто залагал в нашей чудесной игре это так скажем самая основная рабочая версия ну соловей естественно будут мне поклинать но я все равно буду стрелять не надо сбросить обойму соловей вообще варианта в ноль победы даже и не жги так проклятие пропадет и мы соловья толкнем отлично но соловей какой-то прокаченный вот ответ соответственно почему он и не сливался прокачка очень хорошечная очень хорошечная прокачка и соответственно лаги как же без них так надо не перекрывать обзор а он естественно спрятался линию огня он естественно спрятался за меня меня лечат лечит меня не могут убить так слили меня но это не проблема мы сейчас вот так вот вот так вот опа на опа на на титаном пофиг на твое сопротивление урона так у нас позабирали маяки но думаю мы все на вывезем давайте поможем то мало ли что нихрена себе сказал я себе я еще можем проиграть такой довольно интересный бой получился помогаю 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 лагая очень ужасно так прыжок еще прыжок папа не реально можно проиграть очень возвращаюсь я обратно надо помочь с центром нереально все мы проиграем однозначно вообще просто чё случилось я не знаю был нормальный бой потом резко потеряли все маяки возможно я успею покрасить маячок хотя бы выключить титан вообще еле еле лупит да теперь точно выиграем я уверен в этом че за странный бой давайте посмотрим итогу табличку кому бы гликман кинул вызов и кто не может не вправе отказаться от него ну естественно кинул китаец вот с кардамэн какой-то а он как раз из союза тоже союза вот отлично вот они клиенты гликмана так что вы не думаете отказаться от вызова гликмана никто не вправе отказаться от вызова нашего великого ютубера он же таких великих успехов достиг в игре в робот просто выдающимися талантами обладает посмотрите озвучка от бога тембр голоса послушайте его интонация в геймплей показывает никто такого не может делать вот он единственный в своем роде и поэтому не вздумайте никто отказаться от его вызова иначе он соответственно опубликует как раз как позорников и причем не важно там на работе вы играете там по столу чтобы начальник не спалил или в этом за рулем машина там в пробке потом пробка про по на ехать нет стойте дальше наручник поставили и играйте с гликмана не дай бог вы откажетесь от его вызова на этом все пока